Гостей выбегают встречать мал-мала-меньше. У Ирины Ивановны 8 детей. Шестилетнюю Анастасию мама отправляет в первый класс. Посильная помощь в подготовке от Красного Креста и территориального центра. Мы принесли тебе подарки, чтобы ты хорошо училась, получала только хорошие отметки, радовала маму, радовала своих родителей. У тебя есть и старшие, и младшие братья и сестрички. Будете вместе заниматься. Вместе со «Спасибо» девочке стих про школу и первый класс. Но от волнения слова забылись. На помощь приходит старший брат. В сентябре открывает. В сентябре прозвенит колокольчик. Снова ребятам в школу пора. Светлый класс открывает им двери. Из-за партии спешит детвора. Подарком рады ученики седьмой школы. Братья – второклассник Саша и четвероклассник Артем. Школьный костюм и канцелярские принадлежности будут явно не лишними. Саша обновку сразу и примерил. Жилетел, как шиты на заказ. Бабушкины помощники признались – за парты сильно не хотят. Но соскучились по друзьям. А на прощание всей семьей дружно позировали на фото. Через месяц мальчишки скажут «Здравствуй, школа!» А пока про «Здравствуй, школа!» говорят специалисты центра и призывают мазырян принять участие в благотворительной акции. В рамках акции осуществляется сбор канцелярских товаров, школьных принадлежностей, детских вещей и рюкзаков, возможно, которые остаются от ваших детей. Наша акция продлится до конца августа и всех желающих приглашаем принять активное участие в нашей акции и поможем малоимущим родителям снарядить своих школьников, а школьников начать с радостной удовольствием учиться в новом учебном году. Специалисты нашего центра планируют проведение праздничного мероприятия, которое состоится 26 августа, начало в 12 часов. Оно будет проходить в городском парке культуры и отдыха «Победа». Будет конкурсная программа, концертная программа. И всех желающих мы приглашаем принять участие в нашем праздничном мероприятии. Будем рады всех видеть вас у нас в гостях. Аналогичную акцию проводит и Красный Крест. Помочь многодетным, неполным, малообеспеченным семьям собрать ребенка в школу может любой желающий. Для этого необходимо принести одежду и школьные принадлежности. Продлится этот марафон вплоть до сентября. Светлана Гродько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».